Портрет, пейзаж, натюрморт и другие работы, выполненные в различных техниках. В художественной школе Черкеска прошла итоговая выставка работ учащихся, посвященная 100-летию Карачаева Черкесии. Лучших художников наградили грамотами и ценными призами. Подробности у Али Баташева. Стремительные реки, синие горы, яркая зелень лесов, полей и множество других достопримечательностей Карачаева Черкесии на рисунках являются настоящим украшением итоговой выставки детской художественной школы Черкеска. В этом году она посвящена столетию образования нашей республики. Камила Алботова представила на выставку портрет, выполненный простым карандашом. Это мужчина в очках, потому что я не знала, как более оригинально назвать работу. Потому что это просто мужчина, которого я постаралась как можно более реалистичнее показать, прописать тени. Не знаю, там не было никакой определенной темы, просто портрет. И это первое, что пришло в голову. Рядом с изображениями людей – оригинальный портрет различных животных. Внимательный детский взгляд художника стремится запечатлеть всю красоту окружающего мира и выразить ее в своих работах. Получается свежо и интересно, отзываются преподаватели. Для меня они самые лучшие, самые красивые. Дело в том, что каждый ребенок потенциально это гениально или как. И от коллектива зависит, от преподавателя зависит, как они смогут открыть это все, как они смогли это все показать. Дети очень талантливые, просто очень их много. И все оказались очень способны. Вообще дети, они сами по себе, все любят и сами. Мирослава Липовская изобразила на своей картине зимний отдых. Каток я здесь хотела изобразить. Вдали там мальчик катает своего младшего брата на санках. И это что-то по типу курорта нашего Архиза или Дампая. А что ты стараешься вообще в своих работах изобразить? Что показать тебе интересного всего? Я хочу изобразить движения. Я люблю рисовать людей. Поэтому чаще всего я рисую композиции с людьми. Белла Дабагова и Исмаил Хубив в этом году заканчивают художественную школу. Их работы были по достоинству оценены жюри. Я предоставила работу на тему 100-летия Крачаевой Черкесской Республики. Здесь мне хотелось бы показать красоту нашей природы, горы. Я решил нарисовать это, вспоминая, как я ездил в АУ к своей бабушке. И вспоминал, что даже когда она уже в преклонном возрасте, она все равно продолжала что-то делать. На детских рисунках причудливо сплетаются фантазии и реальность. Здесь романтическая встреча в горах и национальные танцы. Бабушка жарит хачаны, доит корову и угощает парным молоком любимого внука. Сцены застолья, разделка барашки и другие картины быта, прошлого и настоящего. Источники вдохновения для художника могут быть самыми разными. Самых талантливых участников выставки наградили грамотами и ценными подарками. В конце мая юным художникам и художницам предстоит пройти защиту своих работ, а осенью приступить к новому учебному году. Каждая выставка – это лишь повод задуматься над темой. Творческая работа идет постоянно, поэтому надо стараться больше рисовать, говорят преподаватели своим воспитанникам. Алибаташев, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия.